И к другим темам. Теплая и сухая погода, установившаяся в последние дни, располагает к выходу техники в поля. В регионе полным ходом идет весенняя посевная кампания. Южные районы приступили к работе еще в конце прошлой недели. Как сейчас обстоят дела на полях Монтуровского района. И на какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать курские фермеры. 250 гектаров зерновых каждый день сеют в одном из фермерских хозяйств Монтуровского района. Десять дней и один из этапов весенней страды будет завершен. Сергей Бочаров овсом, пшеницей, рожьей планирует засеять 2500 гектаров. Погода самая для сева. И влага есть, и тепло есть. Что-то так. Следующая на очереди сахарная свекла. И здесь Монтурово в передовиках. В полях уже началась подготовка почвы. Общая площадь свекловичных полей здесь будет 1100 гектаров. А пока в полях идут подготовительные работы, здесь собирают технику для сева. Уже в ближайшее время с ее помощью в землю упадут первые семена сахарной свеклы. В этом хозяйстве каждый день планируют засеивать 150 гектаров. От государства помощь и поддержка. В этом сезоне хозяйство получило возможность покупать дизельное топливо со скидкой в 30%. Литр соляркина обходится 17,5 рублей или 19. Для сельхозников это очень большая поддержка. Я могу сказать, что по своему хозяйству у меня среднее потребление топлива за год слаживается где-то 470-520 тонн. У Монтуровцев планы на урожай свеклы 400 центнеров с гектара. Зерновых 50 центнеров с гектаром. Юлия Абрамова, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕИМ.